Смотри, что стены. Стены, посмотрите, какие. О, это ужас. Это так называемое постирочное. Здесь люди полощут и сушат бельё. Помещение общего пользования одно на этаж. Вот только без слёз на него не взглянешь. С потолка капает, на стенах грибок, везде сырость. Мы можем кран не включать и вот так вот мыться. Как нас заливает. Мы ремонт не можем. Даже если бы заплатили, мы бы ремонт никогда не сделали. Нам нужна гидроизоляция, чтобы мы на этажах навели порядок. Обязательно. И заменить стояки. Если в бельевых стены ещё стоят, то вот при входе в некоторые комнаты они уже качаются. О, тут ты. Видите? Кошмар. Продать комнату в этом доме совсем непросто. Объявлений масса, а вот покупателей практически нет. У тех же, кто здесь живёт, много претензий к управкомпании. Помимо постирочных в удручающем состоянии. Окна, двери, часть коридоров. Не было ремонта в местах общего пользования. И нам их передали в собственность как бы. Теперь никто ни за что ответственности не несёт. Люди покупали комнат, сдали их, сдают квартирантам, и никто не отвечает. Люди уверены, ремонт в коридорах должна проводить управляющая организация. К тому же, кое-где рабочие обслуживающие компании уже красили стены и меняли полы. Они нижние этажи для проверки сделали. Дело в шляпе. Ну вот коридоры на нижних этажах. Высоко никто не ходил. А вот ещё несколько страшных помещений в этом доме. Это душевая. Общая для всех и предбанник. Причём в душевой ремонт был сделан три года назад. Вот только красота здесь была совсем недолгой. Вандалы разбили часть плитки. Ко всем напастям две недели назад добавилась ещё одна. Дом остался без детской площадки. Игровые элементы демонтировали. Детскую площадку убрали и сказали на новую, у них денег нету. Убрали когда? Неделю назад. Полностью сняли все качели, всё. Наши дети туда ходят, их выгоняют в другой. Там народу много. Детскую площадку демонтировали из-за аварийного состояния. Качели, горка и песочница были небезопасны, говорит директор управляющей компании. Новую поставят, сообщает Марина Лужнова, но при условии проведения общего собрания и две трети голосов собственников «за». Что же касается ремонта внутри дома, то делать его управкомпания не собирается. И по закону она права. У нас в таких общежитиях блочного коридорного типа получилось как? Что, например, целый коридор стал коммунальной квартирой, где в собственности граждан находятся и коридоры, душевые, общие кухни, туалеты. Соответственно, надо понимать, что у нас в коммунальной квартире всё ответственность за содержание, что место общего пользования, что там на своих жилых помещениях, возложено на собственников. Получается, и коридоры, и постирочные собственники должны ремонтировать за свой счёт. Раньше, когда только начался процесс приватизации, большая часть комнат была муниципальной. Поэтому в тех же самых коридорах красили стены и меняли полы сотрудники управкомпании. Теперь из 252 комнат не принадлежит собственникам только 34. Поэтому повесить ремонтную управляшку уже не получится. Её зона ответственности – лестничные площадки, а также единственная общая душевая и предбанник. Сейчас мы планируем проведение ремонтных работ в этой душевой, восстановить то, что там, простите, разбомбили, переломали. Но это будет, наверное, у нас ближайшая только осенью. По предбаннику посмотрим. Если, конечно, косметический ремонт требует не такие большие расходы, как с душевой. Но, возможно, после того, как мы отремонтируем душевую, мы уже, наверное, перейдём сразу, сделаем предбанник. Что же касается капитального ремонта, то он в девятиэтажке проводился. И не раз. В 2009 году жителям поменяли кровлю, тепловые узлы, наладили систему горячего и холодного водоснабжения, провели работы по замене электрики. В 2010 году обновили лифты. Так что этот дом не забыт. Вот только собственникам ответственнее надо относиться к своему же имуществу. Алексей Дудин, Александр Мажаров, 6 канал.